Мы приветствуем всех наших зрителей и добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы с вами встретимся с интересным и особенным человеком. И прямо сейчас я могу уже вам его представить. Энди Роман, руководитель сайта Адвент Мессенджер. Добро пожаловать на наш канал. Майкл, я благодарю вас, это является честью для меня и привилегией. Я буду рад провести это время вместе с вами, с моими единоверцами, которые, как я верю, выполняют ту же работу, что и мы здесь, по другую сторону Атлантического океана. Энди, я благодарю вас за то, что вы нашли время для участия в этой программе. И я надеюсь, что это будет одна из многих программ с вами лично и со служением Адвент Мессенджер. Служение Адвент Мессенджера уже работает на протяжении многих лет. Я прошу, чтобы вы немного рассказали нам о вашем служении Адвент Мессенджер. Но прежде чем мы поговорим на эту тему, вначале мне бы хотелось задать вам вот какой вопрос. Расскажите нам немного о себе. Вы родились в христианской семье? Да, я родился в семье Адвентистов седьмого дня. Мои родители приняли истину после того, как миссионеры подарили им книгу «Великая борьба» и поэтому я бесконечно благодарен этому библейскому работнику или литературному евангелисту. Я надеюсь, что мы однажды встретимся с ним на небе. И мне бы хотелось поблагодарить этого человека за то, что он тогда нашел время и распространял и раздавал эту удивительную книгу «Великая борьба». Вот почему я так же чувствую на себе ответственность распространять среди людей литературу, в которой изложена истина для настоящего времени. Я считаю это привилегией для меня и я участвую в работе нескольких групп и мы используем любой удобный случай для того, чтобы поделиться нашей литературой и таким вот образом выполнить евангельское поручение. Мы пытаемся распространить истину и я считаю, что это главная причина для чего Бог и воздвиг нас в этом мире. Итак, я вырос в Адвентистской семье и я считаю, что это является моей обязанностью распространять эту весть, это истина. Вначале я сам исследовал Адвентистскую истину, потому что я хотел сам убедиться в том, что мы не следуем просто за какими-то там человеческими измышлениями. Помните как Петр однажды написал «нехитросплетенным басням последуя» ? Мне хотелось убедиться самому в том, что это та истина, которую Бог хотел нам передать. Существуют пророческие изречения о том, что эта работа должна быть исполнена. Я считаю своей самой большой обязанностью не столько распространять эту истину, сколько защищать ее, которая, как вам известно, подвергается сейчас постоянным атакам со стороны нашего врага. Всю свою жизнь я являюсь Адвентистом седьмого дня. Я хотел бы, чтобы Бог нашел меня верным и достойным в тот момент, когда вернется Христос. Энди, чувствуется, что у вас есть горячее желание распространять истину. И как вы только что нам рассказали, вы родились в Адвентистской семье. И причина, почему вы остаетесь сегодня Адвентистом седьмого дня, как я понял из ваших слов, заключается в том, что ваши родители тоже были Адвентистами. Какова причина того, что вы решили начать свое служение, которое называется Адвент Мессенджер? И что подтолкнуло вас к тому, чтобы вы начали это служение? Это служение начало существовать примерно с 2014 года. Вначале я использовал один из бесплатных сайтов, но в какое-то время мы почувствовали проблемы из-за того, что мы использовали этот ресурс, который нам тогда не принадлежал. И со временем мы начали это осознавать, мы начали понимать, что в любой момент нас могут попросить уйти с этого сайта, если мы только начнем говорить что-то такое, что им не понравится. Поэтому после примерно первых трех лет мы использовали бесплатный сайт, на котором размещался наш блог. Наш домен назывался advent messenger blogspot.com. На этом сайте были размещены сотни различных статей, которые до сих пор еще находятся на этой платформе. Мы их не переводили на наш новый сайт. И начиная где-то с 2017 года мы решили уже перейти на наш собственный домен. Это было правильное решение для нашей ситуации, почему мы начали этим заниматься. Я считаю, что такой материал практически отсутствует в адвентизме сегодня. Я хотел бы, чтобы через наши статьи в адвентизме прозвучала бы более консервативная точка зрения на все происходящее. Нашими публикациями мы хотели пролить свет на то, что мы сейчас видим и что происходит вокруг адвентизма седьмого дня. И слава Богу, мы не единственные, кто работает в этом направлении. Мы не одиноки в своих взглядах. Еще есть люди, которых Бог побудил заниматься подобной же работой. Бог побудил нас, и Он также воздвиг и других людей. У Бога всегда будут те, как Он однажды сказал Илье, «У меня есть семь тысяч человек, которые не преклонили своих колен предвалом». Но нам хотелось бы услышать больше голосов, которые могли бы на основании Библии и трудов Духа Пророчества пролить свет на то, что происходит сейчас. Я заметил, что такого анализа очень сейчас недостает. Куда сегодня не посмотришь, ты получаешь одностороннее представление и одностороннюю информацию. Зачастую просто представляется взгляд гуманистов и светская точка зрения. И это все происходит в адвентистских СМИ. И потому однажды я почувствовал, что Бог призывает меня как-то изменить положение вещей в этой области и наполнить информацией это поле, которое до сих пор пустовало. И мы благодарны Богу за то, что Он позволил нам участвовать в том, что происходит в области адвентистских средств массовой информации и цифровых публикаций. Теперь, могли бы Вы нам рассказать, как на практике происходит Ваша работа? Сколько человек работает вместе с Вами? Я не имею ввиду, чтобы Вы сейчас раскрывали нам этот вопрос во всех деталях. Расскажите нам, как Вы работаете? Как Вам удалось запустить этот проект, это служение, чтобы это работало? Да, что касается людей, которые мне помогают, есть одна сестра с западного побережья США, ее зовут Синди, и она руководит нашей страничкой в Facebook. Она просматривает там комментарии, отвечает на вопросы и следит за тем, чтобы люди вели себя там дружелюбно, по-христиански, по-братски, так как это и должно быть. И конечно же мы приглашаем различных авторов, которые пишут статьи, которые мы затем и публикуем. Но кроме авторов, которых мы приглашаем, и нашей дорогой сестры Синди с западного побережья США, в основном работа происходит за компьютером. Мы компьютер, можно так сказать. Иногда люди задают мне вопросы, и даже некоторые мои хорошие друзья спрашивают меня, зачем Вы все это делаете? Зачем ты пишешь и выносишь все эти темы? Я обычно отвечаю на подобные вопросы следующим образом. Если бы у нас в церкви были благочестивые и богобоязненные лидеры. Конечно же они и есть, но их немного, и мы благодарны Богу за тех кто есть, за этих людей. Но если бы у нас в церкви на ответственных должностях были бы люди, которые бы со всей серьезностью относились бы к доверенной им работе, то в таком случае не было бы необходимости в нашей работе. Если есть страж, который со всей серьезностью и ответственно выполняет эту работу, которую Бог призвал его делать, то не было бы в таком случае нужды в таких служениях, как наша, которая работает вне официальной церкви. И просто не было бы необходимости заниматься теми вопросами, которые сегодня полностью игнорируются и оставляются без внимания. Если бы мужчины и женщины, занимающие ответственные должности в адвентистской церкви, поднимали бы все эти вопросы, говорили бы об этом, обсуждали это, то в таком случае я не занимался бы всеми этими проблемами. Мне не пришлось бы всем этим заниматься. Я искренно молюсь, чтобы Бог воздвиг таких людей в руководстве, которые были бы способны выполнить то поручение, которое Бог призвал их исполнить. Но до тех пор, пока это не произойдет, у нас как бы и нет выбора. Мы обязаны поднимать эти вопросы. И я говорю моему хорошему другу, который живет в одном из южных штатов, в Соединенных Штатах Америки, я ему говорю, я не хочу, чтобы кровь людей была на моих руках. Потому как если нам известно то, что происходит, и если мы своими глазами видим то, что происходит в церкви, и мы не желаем говорить об этом, и мы не желаем это выносить и обсуждать, то в день суда мы будем найдены виновными в гибели людей, и их кровь будет на наших руках. Я хочу отметить, что мы не создаем новости, и мы не навязываем свое мнение. Все, что мы стараемся делать, мы пытаемся осветить происходящее события с Божьей точки зрения. Новости которые мы обсуждаем они уже циркулируются в обществе. И знаете есть люди которые нам пишут и говорят что они не хотели бы чтобы мы освещали все эти проблемы на нашем сайте. Поверьте я тоже не хотел бы обсуждать некоторые из этих вопросов. Но поймите не мы создаем все эти проблемы. Эти проблемы уже существуют. Мы просто пытаемся дать правильную оценку всем этим процессам. И чтобы мы как-то все вместе могли исполнить то к чему нас призвал Бог. И так мы поднимаем эти вопросы и некоторые из этих вопросов скажу прямо вызывают горячие дискуссии. Но проблема не в нас в тех которые поднимают эти вопросы. Если Бог дает в своем слове оценку этим явлением то обычно тут же всегда возникают дискуссии и противостояния. И не должно быть никакого противостояния и дискуссии после того как мы ясно увидели то по какому пути Бог желает чтобы мы шли. Нам просто нужно поступать так как Бог говорит нам поступать. Да конечно есть множество отвлекающих факторов. Наша вера постоянно испытывает атаки. И все что мы пытаемся делать и я верю что вы друзья в Европе именно это и делаете. Мы пытаемся защитить нашу веру и наши убеждения. Мы пытаемся защитить адвентизм. Фактически мы пытаемся защитить нашу веру от сил которые постоянно стараются разрушить Божью истину. И потому если мы не будем этого делать Бог призовет от других людей которые это сделают. Но в таком случае нам придется встретиться с этими проблемами в день суда. И поэтому я предпочитаю и я считаю что лучше чтобы люди немного были огорчены сейчас от того что я делаю. Чем они будут опечалены и огорчены потом в день суда. Я не хочу чтобы потом они мне говорили. Энди ты ничего мне не говорил и теперь я погиб. И я погиб навсегда. Дорогой брат я просто хочу сделать все возможное чтобы этого не произошло. И думаю мы все как народ должны также мыслить по этим вопросам. Хорошо. Я благодарю вас Энди за эти пояснения и ваше личное понимание и ваше личное убеждение и это то что вы пытались сейчас объяснить что адвент мессенджер это служение которое основано на библейском взгляде на те события которые сегодня происходят в мире и в церкви. Это то что я понял из вашего рассказа. И еще нужно отметить что множество людей в церкви рассматривают ваше служение адвент мессенджер как некую организацию которая постоянно занята тем что только критикуют церковь и атакуют церковь. Я не встречался с вами лично но я в течении уже многих лет читаю статьи на вашем сайте и я знаком с некоторыми людьми и в Европе и в частности здесь в Скандинавии которые следят за публикациями на вашем ресурсе адвент мессенджер. Вы уже немного ответили на этот вопрос. Дело в том что есть люди которые считают что вашей главной целью является критика в адрес церкви и атаки против церкви. Таковы ли ваши цели на самом деле? Я бы сказал что у некоторых людей сложилось такое вот неверное представление о нашем служении. Неправильно будет говорить что нашей целью является атаковать церковь. Мы не атакуем церковь правильнее будет сформулировать это так. Мы атакуем заблуждающихся лидеров которые атакуют церковь. Это то что я могу свободно и открыто сейчас заявить. Напротив мы защищаем церковь. Мы защищаем убеждения нашей церкви от тех которые покинули то основание которое Бог однажды дал нашей церкви и потому конечно же нет мы не ставим своей целью как то атаковать церковь наоборот мы стараемся защитить наше учение и нашу церковь. Да конечно же в нашей церкви есть руководители которые сами заблуждаются и ведут в заблуждение других людей. И когда эти лидеры церкви открыто никого не стесняясь выходят и начинают разрушать учение нашей церкви учение адвентизма которое Бог дал нам тогда мы на нашем сайте пытаемся пролить свет на то что на самом деле происходит и на те вести которые Бог нам дал. Такие лидеры церкви пытаются совершить подмену понятий в адвентизме. Они пытаются изменить наше учение. И потому мы понимаем что в какой то момент мы просто обязаны как то реагировать на сложившуюся ситуацию. И как я уже сказал я был бы рад что бы эту работу вместо нас выполнили те которые в церкви занимают ответственные должности. Но поскольку они не выполняют эту работу то Бог побуждает других людей делать эту работу. Это не только наше служение. Есть еще и другие люди которые заняты в этом процессе. Эти люди видят что в церкви происходит полное игнорирование тех свидетельств которые Бог нам дал. Это такие понятия какова миссия нашей церкви и в каком направлении нам следует дальше продвигаться. К примеру если вы рассмотрите проблему экуменизма и вы рассмотрите объединение церквей которое сейчас происходит. Когда вы рассмотрите то что они сейчас называют всемирным братством. Эти люди сейчас заявляют такие лозунги. Истина не имеет никакого значения. Просто задумайтесь кто говорит эти слова. Они заявляют совершенно не важно во что вы верите. Они считают что не важно в какого Бога вы верите. В Будду или в Аллаха или же вы поклоняетесь матери земле или Иисусу они верят в то что эти разные проявления одного и того же Бога. Нет друзья мои братья и сестры кто вообще вам это сказал. Павел ясно высказал эту мысль. Иисус ясно высказался по этим вопросам. Я процитирую то что Иисус однажды сказал. Иисус говорит ясн путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу как только через Меня. Это высказывание Христа полностью противоречит тому чему учат современное экуменическое движение. Иисус никогда не предлагал создавать такое вот экуменическое движение в которое бы могли войти всевозможные верования. Там есть о которой поклоняются Кришне и Ваалу и всем богам этого мира. Согласно стандартам нашего мира Иисус является проповедником который не проявлял толерантности к различным верованиям и религиям. Апостол Павел однажды говорил людям в Эфесе и проповедовал в Ариопаге там. Он говорит им. «Вы поклоняетесь неведомому Богу, но позвольте я вам расскажу об этом неведомом Боге. Он творец который сотворил небо и землю. Он единственный который достоин поклонения. Вы не должны поклоняться идолам, дереву и камню.» Это звучит довольно не толерантно согласно тем стандартам которые существуют сегодня и внушаются сегодня. Если вы рассмотрите то о чем проповедовали пионеры нашего движения. Они вышли из различных церквей. Но это не то чему сегодня учит экуменизм. Они в экуменизме сейчас учат о том что в каждом вероучении есть свет и есть истина. И эти люди сегодня берут и извращают учение Христа. Они искажают и превратно толкуют Евангелие Христа. И когда нас соблазняют этой ложью в то время когда мы уже находимся у самой границы можно сказать небесного Ханана. И когда нас вот так снова и снова обманывают и соблазняют с помощью современных пророков Ваала. В прошлые времена такие пророки Ваала пригласили народ израильский принять участие в их маавитских там праздниках. И они там повергались и поклонялись их Богу и по этой причине они тогда не смогли войти в обитованную землю. Сегодня мы можем наблюдать подобную ситуацию. Сегодня кто-то должен встать и сказать погодите минутку. То что сейчас происходит не имеет никакого отношения к словам Христа которые записаны в 17-й главе Евангелия Теана. Там написано «Да будут все едино, как мы едино». Но как раз этому и учит экуменическое движение. Они говорят что они исполняют то что написано в 17-й главе Евангелия Теана. Но позвольте задать вам один вопрос. Буквально на этой неделе некоторые служители церкви адвентистов 7-го дня, кстати эту неделю они провозгласили неделю христианского единения и они это продвигают по всему миру. В разных церквах, в разных странах все церкви объединяются вместе. И они говорят что они исполняют таким образом то что написано в 17-й главе Евангелия Теана «Да будут все едино». Но я хочу задать вам один вопрос. Существуют ли какие-то богословские различия между пониманием Иисуса и пониманием Его Небесного Отца? У них нет таких различий во мнениях. Они едины по всем вопросам. Иисус сказал «Я и Отец одно» Есть ли между ними какие-то теологические различия или учения по которым у них нет полного согласия? Они полностью согласны друг с другом по всем пунктам истины. Для них, для Отца и Сына истина очень важна. Но совершенно другую картину мы можем наблюдать сегодня в этом экуменическом движении. Они сегодня повсеместно провозглашают о том что они все едины. Но на самом деле они не едины. Все они поклоняются совершенно разным богам. И что же они на самом деле исполняют? Они исполняют не то что написано в 17-й главе Евангелия Теана потому как Иисус находится в полном согласии со Своим Отцом по всем вопросам истины. Но в современном экуменическом движении мы можем наблюдать исполнение декларации которая однажды была принята католицизмом на Втором Ватиканском соборе. Они тогда приняли решение о том что бы вернуть в лоно папство все разделенные церкви. И мы можем прочитать об этом в 18-й главе книги Откровения. Там написано что Вавилон соделался жилищем бесов. Если вы проанализируете это греческое слово то там тот же корень что и в слове экуменизм сделался жилищем бесов. Это слово связано со словом экуменизм. Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Вот что на самом деле происходит среди этого экуменического движения. Если вы соглашаетесь присоединиться к этому движению вы обязаны отставить в сторону все во что вы до сих пор верили потому как там ваше понимание и ваше учение не приветствуется. Но собратья кто же нас призвал так поступать? Бог призвал нас. Он воздвиг адвентистское движение в этом мире для того чтобы мы выполнили то что Бог нам поручил выполнить. Мы с вами призваны в силе Духа Святого провозглашать в этом мире трехангельскую весть. Друзья если бы мы верно исполнили свое предназначение в этом мире то они не смогли бы нас втянуть в это экуменическое движение. Уговаривая нас с этими обманчивыми словами да будем все едино. Если бы мы только провозглашали Божью весть они бы не позволили бы нам сидеть там вообще за одним столом с ними. Если бы мы им постоянно говорили о том что у Бога есть закон которому мы обязаны все подчиняться. У Бога есть Его день и это суббота. И главным вопросом у этого поколения является вопрос о том кто является истинным Богом. Если Господь является Богом то давайте будем соблюдать те заповеди которые Он дал нам включая и заповеди субботи. Или же если Антихрист является вашим Богом о котором говорится в 13 главе Откровения и во 2 послании к Фессалоникийцам во 2 главе и так же в 17 главе книги Откровения и то что они сейчас там придумали это новшество которое они назвали грин сандой то есть зеленое воскресение которое они назвали днем покоя. Если Антихрист является вашим Богом то слушайтесь Его и соблюдайте Его день называя этот воскресный день решением всех ваших проблем. Вот что происходит сейчас мои братья и сестры. К сожалению у нас сегодня в церкви есть такие руководители которым кажется что у них в разуме есть самые что ни на есть благие намерения но они совершенно не видят опасности. И он сатана увлекает нас на этот путь которым Бог запретил нам ходить. У нас есть работа которую мы с вами должны исполнить. Эти люди делают свою работу в церкви но та работа которую Бог дал нам она полностью отличается от того что делают эти люди. Истинные изложенные в 14 главе книги Откровения настолько специфичны и особенны что просто не могут проповедоваться какой-либо другой церковью. И только лишь те кто являются соблюдающими заповеди Божьи могут проповедовать эти вести с убеждением и силой. И так мы занимаемся всеми этими вопросами. Мы совершаем этот труд чтобы в перспективе увидеть какое-то изменение возрождение и восстановление в народе Божьем. Помните то что произошло однажды с Савлом. Савл однажды ненавидел церковь Божью. И сегодня в нашей церкви есть множество людей похожих на Савла. Они ненавидят нашу весть. Они ненавидят нашу веру. Они преследуют тех кто верен Богу. Мы хотим чтобы все эти современные Савлы стали Павлами. Чтобы они обратились к Богу и приняли эту весть. И чтобы они начали со всем усердием проповедовать эту весть. Вот к чему мы пытаемся призвать наш народ. Я благодарю вас Энди. Полагаю что наши зрители согласятся с тем что вы являетесь убежденным и преданным верующим человеком. Ясно что вы хотели бы видеть такую же посвященную и убежденную церковь. Думаю что вы верите в то что церковь адвентистов седьмого дня является церковью остатка. Я прав в моем предположении? Да вы совершенно правы. Я верю в то что весть которую Бог дал нам как народу является последним предостережением которое когда либо было дано какому либо народу. Когда Иисус пришел первый раз на эту землю. Об этом написано так. Пришел к Своим. Верно? Это то что говорит Писание в Иоанна 1 главе. Там написано пришел к Своим и Свои его не приняли. Мы часто ошибочно полагаем что здесь речь идет только об одной группе людей. Но если вы потратите немного больше времени на то что бы проанализировать и исследовать кем были те которые названы здесь своими. Мои братья и сестры вы обнаружите что они были разделены. В трудах Духа Пророчества Эллен Вайт пишет. Снова и снова мне были показаны опыты и испытания через которые прошел народ израильский. Она видела что перед самым вторым пришествием Христа мы должны будем пережить подобные же опыты. Она связывает первое пришествие и второе пришествие и она пишет снова и снова. Опыт древнего Израиля повторится в наше время. И потому основываясь на этом когда мы смотрим на то что происходило тогда во время первого пришествия Христа. Если вы будете откровенными то вам придется согласиться с тем что тогда были фарисеи были саддукеи там также были эллинисты были зелоты которые готовы были свергнуть всех. И в книге Великая борьба Эллен Вайт пишет о том что прямо перед тем как пришли римские войска в Израиль она пишет это в главе разрушения Иерусалима и она там дальше пишет что когда римские солдаты пришли чтобы разрушить этот город то внутри израильского народа тогда существовали враждующие между собой фракции партии. Мы видим сегодня это в нашей церкви но Библия говорит пришел к Своим. Пришел ли Иисус к самаритянам? Да Он приходил к самаритянам. Нравились ли самаритяне официальной церкви того времени? О нет они не желали иметь никаких отношений с самаритянами. Верили ли самаритяне в то что однажды должен прийти Мессия? Да они верили и они ждали Мессию. Мы видим что тогда существовали такие вот противоборствующие фракции. Иисус не ограничивал Свое служение только лишь одной группой или этой группой или той группой. Он проповедовал тем которые ожидали пришествия Мессии. И сегодня мы можем наблюдать ту же самую ситуацию. И до того как мы начали эту программу мы с вами разговаривали о том что сейчас есть независимые служения. И есть те которых можно назвать зависимыми служениями. То есть официальные структуры церкви. И также есть те которые называются отстраненными служениями. То есть сегодня мы можем наблюдать различные фракции и группы в церкви. У Бога есть верные люди. Илья однажды сказал Богу Боже я остался один. Больше никого нет. Иногда мы тоже можем так чувствовать что кроме нас больше никого уже не осталось. Но нет. Они есть. Эти люди есть. Пока что мы их еще не видим. Но они есть. И Бог тогда сказал Илье что у него есть семь тысяч человек. Но где они были? Почему Илья их не знал? Эти люди были в Израиле. Иеремия чувствовал что его служение было совершенно бесплодным. Он провел служение что-то около сорока лет и не видел каких-либо положительных плодов своего служения. Потому как в результате город был разрушен. Но там был остаток. Там были верные Богу люди. В то время они были Божьим остатком. У Бога всегда будут верные ему люди. Мы сегодня находимся в такой ситуации, когда те кто исповедуют веру в весть третьего ангела, эта весть сблизит их. Они объединятся вокруг этой вести. Любовь к этой вести объединит их вместе. И то что мы сегодня можем наблюдать в церкви. Элен Уайт пишет о том что в спокойные времена многие люди присоединяются к Божьей церкви. Но Элен Уайт пишет о том что невзгоды и преследования очистят церковь. Они разбросают и рассеют всех этих ложных верующих. И это то что произойдет в ближайшем будущем. Да должно быть одно тело и нам дано обетование о том что Бог будет сам лично управлять своей церковью. И те которые сейчас занимают ответственные должности в церкви. Те которые желают всем сейчас диктовать и всех контролировать какую бы должность они не занимали. Те которые сейчас так сильно желают диктовать и контролировать всю работу. Эти люди будут удалены. Все такие руководители будут убраны с пути. Бог собирается окончить эту работу через власть Святого Духа. И Дух Святой будет дан тем которые возлюбили Божью весть. Нам с вами известно что печать Божью получат только те которые днем и ночью вопиют о своем жалком духовном состоянии. И которые также вопиют о грехах преобладающих в среде народа Божьего. И потому мы не можем сегодня придерживаться такого вот узкого подхода и размышлять кого Богу можно использовать а кого нет. Нам нельзя этого делать. Евреи времен Христа думали что Бог не должен ничего проповедовать самаритянам. И то же самое думали самаритяне о евреях. Саддукеи и фарисеи существовало множество различных групп которые так мыслили. Но как нам с вами известно дверь благодати для израильского народа была открыта вплоть до 34-го года по Рождеству Христову и в 34-м году уже все ученики Христа объединились в одно тело. И в наше время после воскресного закона дверь благодати для нас как для церкви закроется. И при окончании этого кризиса все объединятся и станут одним телом. Все эти человеческие элементы которые препятствуют сейчас работе Божьей они будут сметены с пути. Хотите ли вы знать кто имеет Божье одобрение? Хотите ли вы знать через кого Бог сегодня работает? Хотите ли вы знать кто сегодня прав, а кто ошибается? Поздний дождь снимет все эти вопросы один раз и навсегда. Те кто верны Богу, те кто любят Бога от всего сердца, те которые любят эту работу и которые любят эту весть им Бог не только может доверить этот дар и наделить их силой для окончания этой работы. Но те которые не получат эту силу позднего дождя они уже будут знать о том что они потеряны навечно. Потому как Эллен Уайт пишет о том что лица святых в этот момент озарились светом. Они будут пророчествовать. Они будут идти от дома к дому и облеченные сверхъестественной силой они будут провозглашать о том что все пророчества исполнились. В этот момент для тех кто не был знаком с нашим учением для них дверь благодати какое то время будет еще открыта. Для членов тех церквей которые сейчас еще продолжают соблюдать воскресный день. Но когда будет принят воскресный закон для нас как для народа Божьего в этот момент дверь испытания будет закрыта. Этот воскресный закон станет для нас экзаменом. Бог нам дал много времени для того что мы могли сделать свой выбор. И мы часто говорим о том что бы мы уже хотели чтобы этот воскресный закон был бы принят. Но осознаем ли мы до конца что произойдет в тот момент и что принять этого закона будет означать лично для меня и для вас. С выходом этого закона мы будем понимать что дверь благодати закрылась. И знаете мы совсем недавно много говорили о конференции СЕОП 2 от 6 и что они могли там сделать и что они должны были там сделать. Но что меня лично поразило так это то что все их планы не исполнились. Несмотря на то что были приложены огромные усилия с их стороны и все ресурсы римского католицизма. Рим сделал все что они могли и в конце им пришлось оплакивать и жаловаться на то что у них на этой конференции СЕОП 2 от 6 так ничего и не вышло. Мы с вами знаем о чем написано в энциклике Лаодата Си. Там сказано о воскресном дне. И они старались изо всех сил. Но знаете Бог по прежнему восседает на престоле вселенной. И Бог обозревает Свой народ. Он внимательно смотрит за Своей церковью на земле. И Он знает друзья Бог знает что если будут запущены в действие финальные события то дверь благодати для нас закроется. Хорошо Энди тогда еще один вопрос. Я часто посещаю ваш сайт и читаю там материалы размещенные в вашем блоге. Я заметил что в большинстве своем вы в своих публикациях фокусируетесь на действиях папства на новостях которые происходят вокруг римско-католической церкви. И так же у вас есть множество материалов посвященных проблеме экуменизма. И связи церкви адвентистов седьмого дня с Ватиканом и католической церковью. Почему вы так сильно концентрируете свое внимание именно на этих вопросах. И особенно на вопросах связей между Ватиканом, США и церковью адвентистов седьмого дня. Майкл причина состоит в том что мы таким образом желаем привлечь внимание наших читателей к исполнению и к развитию этих процессов связанных с третьей ангельской вестью. Мы пытаемся показать нашим читателям существующую связь в пророчествах Библии и мы показываем как эти пророчества исполняются в событиях происходящих сегодня в мире. Мы показываем нашим читателям то что все что Бог однажды сказал в своем слове это исполняется. И это исполняется точно так как Он предсказал. Если мы посмотрим то о чем говорится в книге «Великая борьба» то в этой книге мы находим информацию о том кто является ключевым игроком. Две власти есть сейчас в этом мире и даже не потребуется продолжительных и тяжелых исследований для того что бы выяснить. В этом мире существуют только две великие силы. В 13 главе Откровения сказано что одна власть это светская или политическая власть и вторая это так называемая духовная власть. Итак с одной стороны религиозная власть с другой стороны политическая власть. Обе эти власти будут работать вместе для того что бы привести в исполнение определенные планы. Это то что нам говорится в 13 главе книги Откровения. А в книге «Великая борьба» нам подробно объясняется о том что это за силы и как они будут действовать. И я знаю многих братьев и сестер и мы сегодня как раз и говорим о людях которые занимают ответственные должности в церкви адвентистов седьмого дня. И я знаю многих таких руководителей в нашей церкви у которых есть проблемы с этой книгой «Великая борьба» что они только не говорят об этой книге. Они говорят эта книга была написана не для нашего времени. Вы не представляете насколько часто приходится слышать такие высказывания. Эти люди говорят эта книга была написана для конца 19 века. Эта книга не для нас. Но знаете если вы внимательно будете читать то что написано в этой книге «Великая борьба» каждое предсказание которое выглядит в этой книге как нечто невозможное во дни Эллен Уайт что это когда-либо вообще исполнится? Это все сегодня исполняется и это исполняется прямо на наших глазах. Эллен Уайт пишет «Все церкви однажды объединятся вместе». В одни Эллен Уайт это не происходило так как это происходит сейчас в наше время. Возможно несколько протестантских церквей в ее время объединились. Если я не ошибаюсь в 1893 году была встреча. Они тогда собрались вместе для того чтобы посмотреть смогут ли они сделать такое вот объединение. Но с тех пор были только лишь беседы между протестантскими церквами. Протестанты не общались с католицизмом во времена Уайт а католицизм не собирался общаться с протестантами. Рим хотел обратить протестантов в свою веру и вернуть их в лоно матери церкви. Но Эллен Уайт пишет «Спиритизм протянет руку протестантизму. У протестантов того времени не было никаких признаков для этого. Исполнение этого пророчества казалось просто невозможным». И следующий момент. Эллен Уайт пишет о том что католицизм в последнее время будет играть ведущую роль во всем мире. Во время Эллен Уайт это еще и близко ничего не было. И фактически когда Эллен Уайт писала эту книгу «Великая борьба» многие католики только начали эмигрировать в Соединенные Штаты и протестанты им тогда не были рады. В те времена все члены Верховного Суда США были протестантами. Но Эллен Уайт в книге «Великая борьба» предсказала что однажды протестанты протянут руку католицизму и сегодня сколько в Верховном Суде США есть протестантов? Из девяти судей сколько сейчас протестантов? Нет ни одного. Сейчас там католическое большинство. На их заседаниях не присутствует ни один протестант. В то время когда Эллен Уайт писала эту книгу «Великая борьба» казалось невозможным что это вообще когда-либо может произойти. Чтобы протестанты объединились с католиками и спиритизмом. Братья и сестры. Но это все происходит прямо перед нашими глазами. Сейчас. И так если у вас есть проблемы и вопросы по поводу книги «Великая борьба» то знайте уже исполнилось много из того что было написано в этой книге. В этой же книге «Великая борьба» сказано «как только приблизится буря, многие уверовавшие в трехангельскую весть, но не осветившиеся через послушание истине откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов». О ком здесь говорится? Здесь говорится о нас об адвентистах седьмого дня. О нашем народе. Эта книга не столько повествует о том что будет делать в конце времени мир. Сколько о том как будут поступать многие из народа Божьего. И поэтому на нашем сайте мы пытаемся привлечь внимание ко всем этим вопросам. Мы предостерегаем наш народ не идти по этому пути. Нам не следует туда идти друзья. И Эллен Уайт поясняет как произойдет то что многие присоединятся к страну врагов истины. Она пишет «соединившись с миром, исполнившись его духом». А как сегодня происходит это объединение с миром? Через экуменизм. Эллен Уайт пишет «они смотрят на вещи почти так же как и мир». У всех этих экуменических встреч есть определенная цель. Эти встречи устраиваются не для того что бы увидеть как они там принимают нашу весть. Но для того что бы они могли убедиться в том что адвентисты уже начали мыслить так же как и католики и как протестанты. И акцентировать внимание на том на чем они акцентируют внимание. Их планы заключаются в том что бы преуменьшить значение всей истины в которую мы с вами до сих пор верили. Их задача сделать так что бы у нас вообще не осталось никаких истин. Они так прямо и заявляют. Не существует никакой объективной истины. Они хотят привести к тому что бы у нас не осталось никаких принципов. Только лишь какое то проявление чувства и эмоций. Они хотят лишить нас силы Евангелия. Что бы нашей силой стал спиритизм. Знамение чудеса. Чувства. И это все было предсказано на страницах книги Великая борьба. Эти процессы были предсказаны в книгах Даниила и Откровения. И почему же мы так много говорим об этих ключевых игроках. По той причине что они являются ключевыми игроками в последнее время. И они будут играть ведущую роль в развитии финальных событий и последнего конфликта между добром и злом. Поэтому мы стараемся постоянно объяснять нашим читателям происходящие процессы. Помните как Иисус однажды сказал? Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, то есть взгляните вверх. Потому что ваше спасение, второе пришествие Иисуса приближается. Энди, я благодарю вас за это разъяснение вашей позиции. Я хотел бы сейчас задать один из последних вопросов в этом первом нашем интервью с вами, как с представителем портала Advent Messenger. Вы уже опубликовали очень много различных статей, которые затрагивают основную проблему, о которой говорит сейчас весь мир. Вы также поднимаете вопросы религиозной свободы и того что происходит не только в США, но и во всем мире. Вы обсуждаете вопросы обязательной вакцинации, которые оказывают свое влияние на миллиарды людей по всему миру. Возможно в одной из наших следующих программ мы с вами обсудим эти темы тоже. И вот каким будет мой следующий вопрос к вам. Как вы считаете в какой точке времени мы сейчас находимся? Я сейчас говорю с точки зрения событий последнего времени. Считаете ли вы, что у нас в распоряжении есть еще очень много времени? Или же вы считаете, что времени осталось очень мало? И в этой перспективе какие вы можете дать рекомендации? Или каким действием вы хотели бы призвать тех, кто сейчас смотрит эту программу? Я хочу заметить что вы задали очень и очень хороший вопрос. Я верю в то что Бог говорит нам через труды Духа Пророчества. В книге «Великая борьба» на странице 458 написано что это не было волей Божией чтобы израильский народ в течении сорока лет скитался по пустыне. Промедление не входило в планы Божьи. Так что же произошло? Что пошло не так? Библия говорит что они не могли войти из-за своего неверия. Неверие и богоотступничество. Вот что привело к тому что они погибли в пустыне. Тогда был тип, а сейчас антитип. И в продолжении этой цитаты Эллен Вайт пишет «Подобным же образом не по воле Божьей откладывается пришествие Христа и верующие так долго остаются в этом мире греха и скорби». Братья и сестры Бог уже давным-давно желал все закончить. Мы с вами не должны делать никакие вычисления того когда это произойдет. С братья Бог не планировал чтобы мы так долго были в этом мире греха. Мы должны быть уже там. Сестра Вайт писала что если бы мы твердо придерживались нашей веры то уже в 1890-х годах все бы уже тогда окончилось. Мы уже давно должны быть в царстве Божьем. Бог уже давно был готов излить на нас свой поздний дождь Святого Духа. Задержка происходит не потому что Иисус не хочет взять нас из этого мира греха и скорби. Мы сами не хотим покидать этот мир. В этом мире у нас есть настолько много вещей к которым мы привязались всем нашим сердцем. И в продолжение этой же цитаты Эллен Уайт пишет «Их разделило с Богом неверие и нас разделило с Богом такое же самое неверие». Я знаю многих людей которые не могут слышать этих слов. Но друзья так говорится в трудах Духа Пророчества. Знаете я не писал этих слов. Бог ясно и понятно отвечает на этот вопрос почему мы еще до сих пор здесь. И дальше Вестница Божья в этой цитате пишет «Так как они отказались исполнить возложенную на них задачу, поднялись другие что бы провозгласить эту весть». Друзья для нас будет лучше если мы станем этими которые названы здесь другими и не будем теми о которых написано что они не верили. Неверие разделило их с Богом. Я уже говорю не о прошлом, а я уже говорю сейчас о наших днях. Это является образом для нас с вами. Библия говорит о том что некоторые отступят от веры и поэтому Бог должен был воздвигнуть других людей для того что бы они окончили эту работу. Для нас будет лучше если мы станем этими другими и не будем теми кто отступил от своей веры. Возможно вы спросите как мы можем отступить от своей веры. А вот как? Сказал ли нам Бог что именно мы должны провозглашать в этом мире громким голосом каждому племени, языку и народу? Разве Бог не дал нам точные указания о том какая весть должна быть проповедана? Но как мы поступили с этой вестью? Давайте ответим честно на этот вопрос. И если мы подойдем честно к этому вопросу, если мы откровенно посмотрим на этот вопрос о том почему мы еще до сих пор здесь в этом мире. Скажите прямо и открыто что мы сегодня слышим? И что сегодня проповедуется из-за наших кафедр адвентистских кафедр? Что мы слышим в наших церквах сегодня? Мы практически не слышим нашу уникальную и особенную весть которую Бог доверил нам. Последнее предостережение для этого мира. Друзья эта весть была постепенно заменена. Сегодня за адвентистскими кафедрами мы слышим те же вести что проповедуют отступившие протестанты. И даже те вести которые проповедуются этим миром. Все те вести которые проповедуются в падших церквах. Те же самые проповеди сегодня мы можем слышать по всей Америке каждую субботу в адвентистских церквах. Возможно в Европе как-то по-другому. Возможно у вас все иначе. Я буду рад если в Европе как-то по-другому. Но к сожалению это то как выглядит реальность. Поэтому Бог говорит что Он найдет других людей которые и закончат Его работу. Знаете у Бога есть посвященные люди которые смогут передать миру именно ту весть которую нужно передать. Как я всегда говорю у меня есть привилегия работать с теми группами людей которые посвящены и которые провозглашают именно Божью весть. Обычно я не рассказываю подробности на нашем сайте об этом. Я только скажу что я был благословлен тем что мог участвовать в работе в нескольких группах церквах и организациях которые с горячим желанием продвигают эту работу для того чтобы она была завершена. Как я уже много раз говорил нашей обязанностью является проповедь этого Евангелия. Как сказано в Евангелии от Матфея в 24 главе и в 14 стихе. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец. Иисус придет и исправит все то что сделал грех на нашей планете. Мы с вами не в силах исправить то что происходит на нашей земле. Мы не можем разрешить все это множество проблем. Мы не можем остановить поток несправедливости. У человечества просто нет такой способности решить весь этот клубок нравственных проблем. И если бы люди приняли трехангельскую весть они бы смогли решить многие многие проблемы. Но потому как большинство не желает принимать Божью весть поэтому они и не могут решить проблемы которые были созданы в нашем мире. Если бы люди могли они бы нашли решение этим проблемам. Они пытаются решить но они не могут этого сделать. И все что мы с вами можем сделать в этой ситуации это продолжать проповедовать Евангелие так что бы Иисус пришел и положил конец этим страданиям и этой боли. Все отрицательные явления с которыми борется человечество. Иисус придет и прекратит все это зло. Когда Он вернется во славе. Я молюсь что бы вы и я могли бы принадлежать к этой группе людей. Я хочу сказать что проповедь Евангелия не стоит слишком дорого. Каждый из вас может купить несколько брошюрок в которых представлена истина и распространить их. Есть такие маленькие рекламки с адресом где человек может познакомиться с истиной. Но делайте что-то по этому вопросу. Делайте все что возможно с вашей стороны для того что бы распространить весь Божью. Олен Уайт книги Великая Борьба пишет. Наши книги и наши рекламные брошюрки которые мы распространяем являются нашими семенами которые мы садим в этом мире. Возможно мы не видим всех последствий такого посева. Но мы все же кое что можем видеть и благодарение Богу за это. Все семена которые были однажды посеяны придет время и они принесут обильный урожай в этом мире. Это все будет происходить во время излития позднего дождя. Олен Уайт пишет что когда будет излита сила Божья, вся литература которую однажды распространили миссионеры, все семена которые были однажды посеяны, все усилия, все молитвы, вся работа которую мы должны были сделать во время излития Божьей силы позднего дождя тысячи людей перейдут на сторону народа соблюдающего Божьи заповеди. И если мы останемся верными Богу мы увидим это своими собственными глазами и я молюсь чтобы мы могли в этом участвовать. Не существует большей привилегии и не существует большей радости и не существует более возвышенной цели в жизни чем быть частью исполнения пророчеств Библии. Это то что Бог хотел донести до каждого из вас. Я молюсь чтобы какой бы церкви вы не принадлежали, чтобы у вас был такой проект с помощью которого вы бы пытались достичь других людей. И если вы этого не делаете то спросите себя почему мы этого не делаем? Что еще мы ожидаем в этом мире? И так когда же мы собираемся начать совершать эту работу. Это моя молитва и мое желание. Брат Майкл я хочу поблагодарить вас и я надеюсь что Бог продолжит изливать свои обильные благословения на то служение в котором вы участвуете. А мы продолжим возносить наши молитвы за вас и за всех наших зрителей. Благодарим вас Энди. Я хотел бы сказать нашим зрителям я уже с нетерпением ожидаю наших следующих программ на которых мы хотели бы обсудить некоторые статьи которые вы опубликовали на своем веб-сайте. Это очень важные интересные темы которые относятся не только к процессам происходящим в церкви адвентистов седьмого дня но также и к тому что происходит сейчас в мире в котором мы живем. И почему же эти темы так важны для нашего мира. И так Энди я надеюсь встретиться с вами в следующий раз и обсудить все эти вопросы. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо и вам за то что вы нас приняли. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное опасное и судьбоносное противостояние затрагивающее всю вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас. Поскольку сатана поработил наш мир. Так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион силы тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет боли никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет. Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет.